Друзья, всем привет! Рада видеть вас на моем канале! Сегодня по просьбе моих подписчиков я приготовлю булочки на сдобном творожно-дрожжевом тесте. Такое тесто также отлично подойдет для выпечки пасхальных куличей. В глубокую миску я выливаю теплое молоко. От общего количества добавляю 2 чайных ложки сахара. Всыпаю дрожжи и перемешиваю. Далее от общего количества я добавляю 4 столовых ложки муки. И замешиваю опару. Вот такая она должна у вас получиться. Далее накрываю пищевой пленкой и оставляю для подъема в теплом месте на 15-20 минут. Пока подходит опара, я займусь приготовлением сдоба. Для этого я беру творог, добавляю туда одно целое яйцо и один белок. Желток я ставила на помазку булок. Всыпаю сахар, пакет ванильного сахара. Добавляю щепотку соли и размягченное сливочное масло. И далее хорошо все перетираю до однородности. Вот такая творожная сдоба у меня получается. Прошло 20 минут. Снимаю с опары пленку. Посмотрите, как замечательно она поднялась. Увеличилась в 2-3 раза. Отправляю туда сдобу. Перемешиваю все до однородности. Вот такая однородная масса у меня получилась. Далее можно добавлять муку. Изначально я добавляю немного больше половины. Начинаю замес теста. Творожно-дрожжевое тесто не должно быть плотным. Оно замешивается очень мягким и нежным. Тесто еще довольно мягкое, поэтому добавлю еще 3 столовых ложки муки. Продолжаю вымешивать. Лопаткой вымешивать уже становится неудобно, поэтому перехожу на ручной замес. Как вы видите, тесто вобрало в себя всю муку и остается по-прежнему липким. Но добавлять муки больше не стоит. Далее на рабочую поверхность я наливаю немного растительного масла. И выкладываю тесто. И вымешиваю тесто на протяжении 5-7 минут. Вот такое очень мягкое и нежное тесто у вас должно получиться. Как вы видите, оно липнет к рукам, но совсем немножко. Далее я беру глубокую миску. Донышко и бортики я смазала растительным маслом. Кладу тесто. Накрываю пищевой пленкой и оставляю для подъема в теплом месте на 1 час. Прошел 1 час. Снимаю пленку. Посмотрите, как замечательно поднялось тесто. Делаю ему первую обминку. Как вы видите, тесто очень воздушное. Снова накрываю пищевой пленкой и оставляю для подъема еще на 40 минут. Прошло 40 минут. Вы только посмотрите, как великолепно поднялось тесто. Далее смазываю поверхность немного растительным маслом. И выкладываю на нее тесто. Делаю тесто небольшую обминку. Вот такое очень мягкое и нежное тесто у меня получается. Вес его выходит 1 килограмм 270 граммов. Я буду разделять его на 16 частей, примерно по 80 грамм. Далее накрываю тесто пищевой пленкой и оставляю отдохнуть примерно на 15 минут. Прошло 15 минут, мое тесто отдохнуло. И можно приступать к формированию булочек. В формировании булочек из творожного теста нет ничего сложного. Но поскольку оно очень нежное, сильно вылепить какие-то фигуры из него будет проблематично. Поэтому я каждый кусочек обминаю в руках. Так, снова подкатываю в кругляшок, придаю ему вот такую вот круглую форму и складываю на противень. Противень у меня вот такой вот глубокий. Портики там, где у меня не достает пергамент, я смазала сливочным маслом. Остальные булочки я формирую таким же способом. В это тесто можно добавить изюм, цукаты. Но я в этот раз ничего не добавляла, потому как хочу показать, какое выходит само по себе тесто. Этому тесту нужно давать хорошо выстояться, подойти. Чем лучше выстоится ваше тесто, тем пышнее будут ваши изделия. Далее накрываю булочки пищевой пленкой и оставляю на расстойке на полчаса. Вы только посмотрите, как за полчаса прекрасно поднялось тесто. Далее я смазываю булочки желтком, разведенным с водой в соотношении 1 столовая ложка холодной воды на 1 желток. Далее я даю желтку подсохнуть буквально 5-7 минут и отправляю булочки в духовку, разогретую до 180 градусов на 20-25 минут. Вот мои булочки и готовы. Выпекались они ровно 25 минут. Готовность я проверяю зубочисткой. Она полностью суха, значит тесто пропеклось замечательно. Сейчас я им дам немного остыть и с удовольствием вам покажу, какие же они получились в разломе. Булочки немного остыли. Хочу вам показать, насколько мягкое тесто получилось. И, конечно же, показываю вам, какие они в разломе. Обратите внимание, насколько воздушное тесто получается. Тесто как пушинка, как облачко. Как я уже говорила, в это тесто можно добавить изюм, цукаты. Из него получаются замечательные пасхальные куличи, булочки, калачи. Попробуйте его приготовить по моему рецепту. Ну, а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем удачи, всем пока!